Добрый вечер, уважаемые слушатели! Добрый пятничный вечерок! Сегодня финансовые итоги недели. Мы попадем в эфире Финам.ФМ. Сухой остаток. Меня зовут Олег Дмитриев. В гостях у меня сегодня Максим Зайцев, старший аналитикационной группы Норд Капитал. Добрый вечер, Максим. Добрый вечер. И Олег Абелев, руководитель аналитического отдела институционной компании Реком Траст. Добрый вечер, Олег. Добрый вечер. Как ваше настроение? Как всегда. Как всегда по пятницам. А мы с вами традиционно как-то по пятницам встречаемся, да? Да. Такой, как писали классики, да? У нас и вист свой образовался. Английский посланник, немецкий посланник и я. Ну да ладно. Поживем, увидим. Итак, еще раз повторю финансовые итоги недели. Тема нашей сегодняшней программы. И, уважаемые слушатели, я напомню вам, что у вас есть возможность принять участие в нашей беседе. Традиционно, тремя способами. Позвонив по телефону 6510-99-6, код Москвы-495. Также, зайдя на сайт finam.fm и задать свой вопрос там. Либо на сайте finam.ru присоединиться к нашей беседе в режиме видеоконференции. То есть не просто слышать, но и видеть все, что происходит в нашей студии. И, соответственно, также задавать вопросы. Вот они уже есть. Причем один из них с подковыркой. И мне он адресован. Ну да ладно, я на него отвечу позже. И далее. Далее. Приготовление к нашему сегодняшнему эфиру. Традиционно также я нарисую картину маслом. 18.05 в Москве. И так, что же происходит на финансовых рынках. Индикаторы российского фондового рынка сегодня в слабом минусе. Индекс РТС теряет практически 0,06. Практически ничего не теряет уже. 0,06%. 1,366 текущая его котировка. Индекс ММВБ 1,1%. 1,306 его текущая котировка. Нефть марки Брент. Немножко пытается отскочить. Что-то странно вообще с сырьем творится. Ну и странно в том плане, что наш рынок как-то немножко устойчив вроде бы. А нефть не очень устойчива. Ну да ладно, сейчас мы об этом точно поговорим. Нефть марки Брент стоит в моменте 106 долларов 57 центов. Лайтсвит 86,95. Золото вновь в результате последних неких новостных событий показало финтушами. Я бы так это назвал. То есть опять огромный шип вниз. И соответственно отскок сейчас у нас наблюдается. В моменте 1696 долларов за унцию. Евро-доллар уверенно уже спускается ниже 1,29. После недавних максимумов сентябрьских практически 1,31,20. Продолжается движение вниз. Ну и основной набор голубых фишек торгуется разнонаправленно. Ну и барабанные дропы наверное нужно об этом сказать мне. И мои коллеги чуть подробнее об этом расскажут. Автоваз сегодня. Ну и не знаю с чем его сравнить. Просто какая-то глыба, автовазище. Потому что прибавляет 14, почти 15 процентов. Почти 15 процентов. Вот это да. Так. Ну и собственно лидер роста еще Ралкали. Я могу обозвать его таковым. В 2 процента в плюсе. В минусе Сибербанк на 1 процент. Росгидра на 1 процент. Ну все остальное так вяло-вяло. Вот такова картина маслом. Традиционно мы поговорим о том, как будут чувствовать себя американцы. Ну где-то минут через 30. Когда они присоединятся к нашим торгам. Ну и давайте начнем разговор. Итак. Финансовые итоги недели. Какие события. Основные события этой недели. Максим давай с тебя начнем. Основные события этой недели. И реакции рынка на них естественно. Ну основное событие. Это как-то вся остальная макроэкономическая статистика меркнет. Это по-прежнему у нас обсуждение фискального обрыва. Все это идет в плоскости. У кого заберем, кому прибавим. То есть вырезать ли налоги на богатых. Или вырезать ли нам социальное пособие. На самом деле это немножко беспокоит. Потому что основной вопрос для экономистов. Насколько будут урезаны государственные расходы. В следующем году. То есть это главная угроза. То есть проблема фискального обрыва. Она во многом надумана. Потому что такой проблемы нет. Не случится этого обрыва. Это может случиться, если не договорятся. Ну и не договорятся. Вопрос. Да, рынок похоже в это не очень верит. Потому что если не договорятся, то у США сейчас дефицит бюджета 6,5%. Если моментально придется сбалансировать этот бюджет. То есть урезать государственные расходы на размер этого дефицита. То это будет просто катастрофа. Катастрофа, да. Это просто будет не рецессия. Это будет стагнация экономики. Поэтому именно сейчас все разговоры в этой плоскости. Именно поэтому участники торгов пока не особо активность проявляют. И как бы мы видим объем торгов пока ниже среднего. То есть основное внимание у нас сейчас туда. За океан. Там как ребята договариваются. Да. Ну можно отметить то, что Испания наконец-то официально в начале недели обратилась за помощью. Но как-то это все меркнет на фоне. Действительно. Мы же говорили. Как только Испания попросит денег, значит это что-то будет вообще страшное. И ничего никто и не заметил даже. Олег. Ну я наверное несколько слов о США скажу. Да, обязательно. Комментируя то, что сказал только что Максим. Но по поводу фискального обрыва. Здесь безусловно я соглашусь с тем, что в том случае, если договоренности между республиканцами и демократами по этому вопросу достигнуты не будет. Действительно влияние будет достаточно существенное с точки зрения негативного влияния. На рынке в целом, да? Ну естественно. На всю экономику. Безусловно. Но что-то мне подсказывает по опыту ситуации прошлогодней, когда помните отодвигался по того госдолга лимит. Какая была истерия по поводу того, что не будет достигнута договоренности. Но все-таки в последний момент это уже знаете такая фирменная фишка. Ну конечно. Американского, так сказать, стиля договоренности. Разводила вот такое. Договариваться в последний момент. Я не исключу, что там чуть ли не 31 декабря. Это знаете, как раньше Газпром с Украиной по газу договаривался. Выходили новости там 31 декабря днем. Вот. Вполне возможно, что этот, в общем-то... Сначала, да? Всех держали на запряжение. Все. Новый год без газа. Безусловно. Закон и жанр. Замерзнут они все, погибнут. Но я думаю, что все-таки договоренность будет достигнута. Я думаю, что так или иначе обеим сторонам придется пойти на какой-то компромисс. А компромисс это будет заключаться в тех суммах, на которых настаивают, говоря об урезании расходов и регулировании налогового пресса и республиканцы, и демократы. Потому что кое-кто, в общем-то, из республиканского окружения в Конгрессе уже заговаривает о том, что, в общем-то, компромисс нужно находить. Я напомню, что еще до президентских выборов, до того, как был переизбран президент-демократ Обама, из республиканского страна такое было услышать крайне сложно. Ну и понятно-то, в эпоху, скажем, предвыборной гонки это, в общем-то, выглядело бы странно. А сейчас это уже некий такой сигнал к тому, что, в принципе, республиканцы готовы рассматривать этот вопрос. А что касается ситуации в Европе на этой неделе, то, в принципе, наверное, вот о чем вы сказали в отношении того, что не оправдались вот эти вот лавинообразные негативные ожидания на рынке после того, как Испания обратилась за помощью. Но, в принципе, я думаю, что с того момента, как вот мы последний раз об этом говорили, все-таки там некое время прошло. И, по большому счету, стало понятно, что, ну, для таких опытных участников рынка, что эта вещь, она уже будет заложена в котировке изначальной. В принципе, было понятно, что рано или поздно это должно произойти. Ну, вот, собственно, это произошло. Гораздо интереснее, на мой взгляд, вышедший недавно параллельно, собственно, с заседанием ЕЦБ, прогноз по развитию экономик еврозоны, еврозоны в целом, да, который, к сожалению, на ближайшие годы нам прогнозирует движение в сторону рецессии. Ну, строго говоря, рецессия — это два отчетных периода, да, два квартала подряд, снижение темпов роста. Вот, но вот начиная со второго полугодия 2013 года и начиная с 2014 года, в общем-то, мы будем видеть вот такое снижение. Вот это, на мой взгляд, достаточно такая важная вещь, которая, в общем-то, снова приводит всех еврочиновников и евровласти к тому, с чего начиналось. Здесь, собственно, сколь эффективна политика, которую сейчас проводит ЕЦБ, в чем-то вынуждена проводить, да, по скупке, по аналогии, там, с Федеральным резервом, в общем-то, насколько она эффективна и, сколь она, скажем так, актуальна на каком-то там долгосрочном периоде. Вот это, я думаю, две такие важные новости, действительно. Основные, да, основные новости. По поводу Европы, Максим, состоялись вчера заседания ЕЦБ и Банка Англии, потом выступал господин Драги, вот там каких-то, на твой взгляд, ключевых заявлений не последовало у него, он там тоже... Ну, единственное, что мог ЕЦБ сделать, это смягчить денежно-кредитную политику. Но он этого не сделал. Он этого и не сделал, я считаю, что пока это правильно, потому что у ЕЦБ главная задача, это бороться с долговым кризисом, проблема рецессии, это уже на втором плане, то есть это как следствие высоких издержек по обслуживанию долга, поэтому надо бороться вот с причиной, а не вот тушить как бы пожар сверху просто. Поэтому вполне ожидаемым был, что касается в целом по Европе, наверное, вот если подытожить год, то вот, по крайней мере, вот хорошо, что вот с Испанией по-прежнему она у нас так в зоне риска, но вот хорошо, что вот если мы вспомним начало года, то у нас еще опасения вызывала Италия. Сейчас у нее там доходность на 200 базисных пунктов ниже, там сейчас она около 4, было выше 6 тоже доходило, поэтому, наверное, что-то меры ЕЦБ вот в течение года этого привнесли, какие-то положительные сдвиги мы видим, поэтому... Ну, подожди, вот меры ЕЦБ, это помимо заявления, да, Драги, ну, известного, сентябрьского, да, когда там это случилось, то есть были какие-то конкретные действия? Ну, в том числе скупка облигаций на вторичном рынке. То есть она была? Она была, конечно, безусловно, скупали ей испанский, итальянский, греческий, и недаром, как бы, у нас руководитель ЕЦБ итальянец, это не случайно, потому что Италия-то основная зона риска. Мы сейчас слушаем новости на Финам.ФМ, потом продолжим наш разговор. Продолжаем наш сегодняшний эфир. Уважаемые слушатели, на Финам.ФМ сухой остаток. Меня зовут Олег Дмитриев, подводим финансовые итоги недели. В гостях Максим Зайцев, старший аналитик инновационной группы Норд Капитал и Олег Абелев, руководитель аналитического отдела инновационной компании Реком Траст. Наш телефон в студии 6510-996, код Москвы 495. Наш адрес финам.ФМ, наш адрес 2. финам.ру. Вот как много у нас адресов и возможностей у вас принять участие в живой беседе, задать вопросы, ну и услышать комментарии. Вопросы есть, я к ним чуть позже. Давайте продолжим разговор о макроэкономическом фоне и сегодняшние события, важные события, которые ждали спекулянты-инвесторы. Это выход статистически по рынку труда. Вы успели отследить? Нет? Да, нет. Хорошая какая-то вышла цифра. Я могу сейчас ее найти здесь у меня. Вот. Так с чем это связано? С чем это связано? Во-первых. И что происходит на рынке? Во-вторых. Олег. Ну, в принципе, последнее время, надо сказать, что статистика, она такой волнообразный характер, на мой взгляд, имеет. Я бы, знаете, на чем заострил внимание, продолжая тему США и влияние того, что происходит в американской экономике. В общем-то, понятно, что ближайшее заседание комитета ФРС, которое вот на той неделе состоится с 11 и 12 числа, оно, ну, так, может быть, совпало, хотя, наверное, было сделано не специально. Так сделали, чтобы оно выглядело как совпало. Оно выходит, нет, оно состоится после вот сегодняшних как раз данных по рынку труда, которые как раз и вчера, и сегодня выходили по пособиям на безработице, по показателю безработицы. И, в общем, не секрет, что для ФРС, в общем-то, основным, одним из основных приоритетов является как раз стабилизация достижения повышения уровня занятости или стабилизация этого уровня. И понятно, что, по сути, это будет такое заседание, ну, достаточно ключевое, на мой взгляд. Во-первых, оно будет первое после вот выхода этих данных, оно будет последнее в этом году, последнее до истечения срока решения проблемы с фискальным обрывом, и первое после переизбрания президента на второй срок. Слушай, прям в кучу все собрали, да? Ну, так получается. И, в принципе, я думаю, что, собственно, тот тон, который будет выбран на этом заседании, он во многом повлияет на то, как будут себя вести участники рынка последние, по сути, две полноценных торговых недели года. Если брать российский рынок и рынки западные, то понятно, что последние недели мы не берем, там уже начинаются рождественские праздники на западных площадках. Ну, то есть, по идее, где-то активный торговый до 25 гигабря. Да, ближайшие две недели, а именно вот тот период времени, это вот неделя с 17-го, там, по 22-е, что ли, да? И вот вторая половина следующей недели после заседания этого комитета, они, по сути, нам и дадут ответ на вопрос, будет ралли или не будет. Потому что, если, собственно, комитет какие-нибудь скажет снова такие жизнеутверждающие слова и намекнет на то, что, значит, программа количественного смягчения будет расширена, либо же, там, сказать, операция «Твист» будет продолжена, то это, может быть, станет таким толчком, стимулом для участников рынка, в общем-то, начать покупать и таким образом стабилизировать объемы. А для российского рынка, на мой взгляд, вот, приходилось видеть много мнений относительно того, там, будет ралли, не будет, но это такие стандартные, в общем-то, размышления, которые каждый раз в декабре на рынке происходят. Но мне кажется, что пока нету в должном понимании участников рынка того, на основании чего это ралли может состояться именно в России, то пока говорить об этом рано. Пока не будет объемов торгов, прежде всего, то есть объемы торгов, к сожалению, пока, даже сравнивая с предыдущими годами, вот, если мы берем, там, скажем, осенние сессии торговые, ну, понятно, там, летом у нас всегда было затишье, но осенью мы видели, что, в принципе, всплеска в оборотах не было. То есть торговые сессии, где обороты, там, в среднем меньше 20 миллиардов рублей, это, в общем-то, уже в последнее время норма, что, конечно... Это слезы, да? Да, что, конечно, в общем-то, не может не разочаровывать. И поэтому, если нет объемов, хоть там, мне кажется, так сказать, Федеральный резерв, все что угодно, там, КУЕ-4 объявит, да? Это все равно мало повлияет, потому что, по большому счету, капитал, преимущественно, на российском рынке, он больше сейчас носит, к сожалению, характер спекулятивного. Кто имеет возможность, кто желает зарабатывать на локальных каких-то, скажем, движениях, тот это делает. И единственное, на что стоит обращать внимание, это, опять же, на какие-то сильные корпоративные идеи. Ну, когда там, собственно, новость, она довольно сильная, вот как сегодня, например, был пример с АвтоВАЗом, да? Но это не долгосрочная идея, это вот, как бы, идея, она будет от илла. Локальная, локальная. Но есть, как есть, но, безусловно, на рынке есть ряд бумаг, которые обладают, в общем, такими долгосрочными идеями. Вот на них, наверное, стоит обращать внимание, даже вне зависимости от того, будет ралли или не будет. Вот, мне кажется, вот это такая важная вещь, которую нужно иметь в виду. А что касается статистики по рынку труда, она лишь станет катализатором того, какие заявления могут быть сделаны вот на комитете, собственно, ФРС на следующей неделе. Потому что рынок занятости для них это одна из приоритетнейших целей, да. Максим, по рынку труда добавишь что-то сегодняшней, по крайней мере, статистику? Что касается рынка труда, то надо, наверное, совокупность смотреть. Я пока не вижу никаких особых подвижек. Что касается общей безработицы и первичных заявок, они по-прежнему... Ну давай, я нашел цифры, значит, уровень безработицы публиковался 7,7, прогнозил 7,9, улучшение. Значит, пей роллсы 176 тысяч, а прогноз был 80 тысяч. Ну, по крайней мере, вот у меня на Бломберге вот такие цифры. То есть явно, что это... Ну, в последнее время она довольно волатильная статистика по рынку труда, да. И если смотреть среднесрочный тренд, то как бы каких-то движек не видно. Единственное, что порадовало это, но это было не на этой неделе, присмотр по ВВП, который 2,6 оказался по итогам третьего квартала в США. То есть это немножко обнадеживает, но опять же, мы ожидаем все, что в США будут сокращаться государственные расходы. Вопрос, в каком объеме, но в любом случае будут. И, соответственно, это будет давить на экономику. В любом случае замедляться. Да, еврозона еще не достигла каких-то кардинальных изменений, чтобы там действительно восстановился рост. Поэтому в любом случае на следующий год у нас, наверное, не самый благоприятный прогноз по росту мировой экономики. Наверное, скорее всего, будет не лучше, чем в этом году. Соответственно, если говорить о рынке в целом, то наш здесь наиболее уязвим, потому что в основном сырьевые компании. А сырье в условиях замедления или отсутствия увеличивающегося роста мировой экономики, оно, как правило, не растет. И если сейчас нефть начнет расти до 120 и выше, то это будет очередной шок для экономики. Соответственно, вряд ли это произойдет. Поэтому, действительно, если искать идеи, то какие-то отдельные локальные идеи или на нашем рынке, или на зарубежных рынках. Единственная здесь проблема в том, что все говорят, что наш рынок недооценен. Но если мы начнем смотреть отдельные компании, то есть они в целом индексы сравнивают. То, допустим, если... Отдельные какие, например? Сфиши кого-то, да? Да, например, возьмем Сбербанк. Вот. Если мы его сравним с американскими теми же банками, то они по мультипликаторам, по price to book value, они... Американские банки значительно дешевле. То есть там Bank of America, он, допустим, с price book ниже 0,5 торгуется. Сбербанк выше единицы. Безусловно, в последнее время там не очень хороший финансовый показатель. То есть темпы роста прибыли сейчас там ниже. Но у нас ЦБ довольно проводит жесткую политику сейчас. То есть мы видели, что там три месяца назад он в сентябре повысил ставку рефиантирования, соответственно, увеличение костов для банков. Поэтому, наверное, финансовый сектор я бы здесь отсек все-таки сейчас. И даже на Сбербанк ты бы не смотрел. Хотя сейчас есть такая тенденция, что Сбербанк заменяет у нас Газпром в качестве ключевого. Ну, наверное, больше... Я, на самом деле, не аналитик по российским акциям. Я так, поскольку по столько слежу. Наверное, конкретно по идеям, по российским, наверное, Олег лучше меня расскажет. Может быть. Но, тем не менее, мы тебя будем пытать. Все, что связано с макроэкономической. Давайте сразу вопрос. Можно буквально два слова в качестве комментария в отношении того, что происходит на рынке нефти, во-первых, хотел сказать? Вот есть как раз вопрос. Тут два, скажем так, два взгляда. Первый взгляд фундаментальный, другой технический. Я начну с технического, потому что он более короткий. Если мы посмотрим на график именно по марке Brent, то там довольно-таки интересная и удивительная ситуация. Я давно такого не припомню, когда технические индикаторы основные, скользящие средние и короткие. Короткие и длинные, они практически мало того, что пересекаются в одной точке, они еще, собственно, все вокруг этой точки консолидируются. То есть там, судя по технике, ожидает какое-то достаточно сильное движение в ближайшее время, если объемы будут расти. Возможно, там не в декабре, там после начала года. Куда, пока не очень понятно. А что касается... Они пересекаются-то куда? Ну, собственно, сам факт пересечения. Да, то есть они все консолидируются около одного уровня. И поэтому очень сложно понять, собственно, о чем идет речь. Но если мы будем говорить, все-таки попытаемся понять, куда смотрит рынок нефти, будем говорить более фундаментально. То, на мой взгляд, после того, как немножко эта локальная спекулятивная составляющая в цене на нефть, которая наблюдалась и в начале года, и в прошлые годы, она немножко иссякла. И, по большому счету, инвесторы в то время довольно активно переключались и на доллар, и на американские облигации казначейские, и на рынки металлов, на золото преимущественно. Основные идеи, да, спекулятивные, вот эти вот, они переключились на другой, ну, скажем так, ландшафт, да? И поэтому, когда мы говорим сейчас о рынке нефти, либо это будет какие-то очень резко, значит, неожиданные данные по запасам, будь то там в США, да? Но это опосредованно, потому что, прежде всего, они влияют на... То есть причина, да? Будет какое-то движение будет, да? Либо это будет какая-то эскалация конфликта географического, геополитического. Вот мы помним, когда был этот локальный, совсем непродолжительный конфликт, сейчас недавно между Израилем и Газой, немножечко цены стали колебаться, но не столь существенно. То есть, в принципе, ситуация для российского рынка в последнее время, если взять его развитие на всей временной шкале, она достаточно нехарактерна. То есть цены на нефть относительно высоки, там диапазон грубо 105-115 за бренд, а рынок-то, по сути, объемов-то нет. И поэтому в этом случае, конечно, говорить о влиянии нефтяного фактора на российский рынок не приходится. То есть они как бы сейчас в последнее время разбалансировались и ведут себя сами по себе. И второй момент, что касается фундаментальных идей, да, каких-то корпоративных, то, безусловно, идеи есть. Но вот в качестве такой наиболее интересной идеи, на мой взгляд, стоит отметить бумаги мегафона, которые вот недавно вышли на биржу. В том случае, если действительно должная ликвидность будет в них обеспечена, да, и она там немножечко повысится через какое-то время, то это, в принципе, будет бумага достаточно интересная. То есть для тех, кто по опыту российских размещений не участвовал в размещении, а покупал бумагу через несколько дней после... Когда она упала. Именно так и надо делать, да? Не только на российском рынке, но и по опыту номералов тоже. Как показывает, да. Тот смог заработать вот за эти дни, вот через несколько дней, где-то порядка 15%, от слова сказать. Это, в общем-то, для текущего состояния российского рынка очень даже неплохие цифры. Что касается Сбербанка, я в чем-то действительно с Максимом согласен, в том плане, что традиционно просто дело даже не в преимуществах Сбербанка, а в недостатках «Газпрома». Олег, не успеем, да, за Сбербанки. Продолжим, послушаем новости. Настя. Продолжаем наш разговор. Сухой остаток на Финам.ФМ. Меня зовут Олег Дмитриев. Обсуждаем текущую ситуацию на финансовых рынках. Подводим финансовые итоги недели. 18.03. Сейчас, Олег, ты продолжишь свой рассказ. Да, с 18.03 в Москве я озвучу. Открылись американские площадки. В моменте, наблюдаем, Доу Джонс одну десятую прибавляет. 13.94. Сипип также где-то, да, две десятые. 14.16 у текущей котировки. Но опять с небольшими дырочками, видимо, открылись. А так все, собственно, по-прежнему. Давай, Асбербанки. Асбербанки интересные. Да, я на самом деле не только Асбербанки, я как бы в сравнении с «Газпромом». Потому что, как справедливо было замечено в перерыве, там «Газпром», «Зербанк», «Лукойл» – это половина объемов торгов на рынке. И тут надо всегда эти бумаги, голубые фишки рассматривать в комплексе, да, относительно друг друга. Если мы видим, почему вдруг мы в последнее время говорим о том, что действительно лидер по объемам торгов, по количеству сделок Сбербанк, и почему рост спроса на бумаге Сбербанка, он переключился, там, скажем, с бумаг «Газпрома». Потому что о «Газпроме» можно говорить долго, но если коротко. Последнее время, я думаю, что это, в общем-то, тренд довольно долгосрочный, у «Газпрома» будет достаточно большое количество проблем с точки зрения именно выстраивания своей инвестиционной политики. И несмотря на то, что компания по-прежнему монополист, тот довольно-таки неплохой период, 10 лет порядка, да, когда цены на углеводороды, они росли, он, в принципе, для компании прошел, ну, можно сказать, относительно неплохо, но при постоянно раздуваемой инвестиционной программе, постоянном увеличении средств на инвест-программу, и при уменьшении объемов запасов газа, который является наиболее легкодоступным, себестоимость добычи каждого нового кубометра газа, она растет. С учетом истории с осланцевым газом в Америке, пускай она пока не столь актуальна, потому что объемы там меньше, с учетом того, что многие другие участники рынка сейчас стараются, в общем, каким-то образом свою энергоэффективность сделать более независимой, Газпрому нужно более четко понимать стратегию своего позиционирования и себя вообще, ну, глобально, там, в ближайшие годы, потому что... То есть он как-то оторван от действительности, да? Не то, что оторван, просто, скажем, период, скажем, зарабатывания на легкодоступных ресурсах, он уходит. И себестоимость растет, затраты компании растут. И поэтому теперь нужно уже как-то... нельзя так ее, эту инвест-программу увеличивать столь сильно, потому что это будет сказываться на росте расходов колоссальных, это будет сказываться на дивидендах, это будет сказываться на финансовых результатах, ну и, в крайнейшем счете, на рыночной стоимости акций и на капитализации. Что уже сказывается. Что уже и сказывается. Поэтому, смотря на Газпром и на Сбербанк, сравнивая по ликвидности, многие инвесторы, естественно, переключаются на Сбербанк. Ну, не потому, что Сбербанк фантастичен, да, он достаточно стабильный. Альтернатива, какая альтернатива? Ну, вот, по сути, да. Значит, у нас есть звонок, давайте послушаем. Владимир, добрый вечер, вы в эфире говорите. Да, добрый вечер. У меня вот два вопросика. Один вопросик как раз вот переключится на Сбербанк, а вот, как вы считаете, то, что ЦБ принял в два раза увеличить резервы на выдачу кредитов, да, и говорят, что будет бум там в 13-м году по выдаче кредитов, и резервы вот он увеличил. Понятно, что это на маржу, видимо, не скажется, но на резервах скажется, как вот это может повлиять на акции. Жаль, что у нас так много котируются акций банковских, да, может, это как-то могло повлиять. И второй вопрос, вот, если там Сбербанк будет 12-го заседать, как вы сказали, что, ну, тут даже не вопрос, может быть, комментарий, что как там скажут, если там продлят твист, еще что-то вроде положительное. Нет ли такого ощущения, что вот один из аналитиков сказал, что все сидят уже с затекшими ногами на низком старте. И, в принципе, никаких новостей не нужно, только уберитесь, искал клифф, и все просто уже заждались чего-нибудь заработать. Отмашку дайте, да, вот хоть чем-нибудь. Отмашку, да, то, что там Федори... А это только лишь накопится, да, если Сискал клифф после 12-го отменят, то нет такого ощущения, что вообще выстрелит, ну, в такой совсем хороший ралли, потому что уже Испания все сделала, все, Греция довольна, все, как бы, нормально сейчас. Ну, вот такие два вопроса. Спасибо, Владимир, спасибо. Максим, давай, по поводу увеличения резервов. По поводу резервов, то, ну, безусловно, увеличение резервов, это снижает маржу банков, соответственно, у банков будет меньше возможности наращивать кредитный портфель. Единственный момент, то, что у нас Сбербанк, конечно, в некотором привилегированном положении, у него с рефинансированием никогда особых проблем не возникал, но в то же время, я думаю, что и на нем скажется, и на ВТБ, то есть на крупнейших банках тоже. Поэтому сейчас, да, Сбербанк беспокоен тем, что кредитные портфели растут, но в то же время их качество снижается. А на твой взгляд, оправданное ожидание, что в 2013 году будет бум кредитования потребительского опять, собственно? Я думаю, что не оправданно, потому что мы видим то, что центральный банк борется, если он решил, поставил себе такую задачу, что он сделает это, в том числе за счет повышения резервов. Соответственно, опять же, но не в пользу банков вот этот вот фактор. Хорошо. И второй вопрос, да, ну, мы, собственно, два слова уже по этому поводу сказали. Ожидание участников рынка, да, связанное даже не только с тем, что скажет Федрезерв Бернанке, что скажет, а просто, чтобы что-нибудь сказать и на этом вырасти. Ну, думаю, что, ну, мы, в принципе, уже об этом говорили. Я просто еще раз такую важную деталь подмечу, что само по себе заседание Федрезерва, его, конечно, в отрыве от того, что происходит на мировых рынках, рассматривать ни в коем случае нельзя. А то, что, так сказать, вот, как сказал, звонящие, значит, находятся на низком старте, да, инвесторы, тут надо понимать, на каких рынках они находятся. Если мы говорим про американский рынок, то не стоит забывать еще о такой вещи, как рейтинг, да. Пока, заметьте, да, рейтинговые агентства, там, они могут повышать рейтинги, там, снижать рейтинги Греции, тут вообще до выборочного дефолта, вон, понизили недавно. Они могут снижать рейтинги рядом европейских стран, кроме СНП, по-моему, сколько я помню, да, которая снизилась наивысшего рейтинга США, да, рейтинга, пока этого никто не сделал. И заметьте, ни одного, ни одного комментария со стороны агентств официального, да, как, значит, вот эта вот история с фискальным обрывом отразится на рейтинге, мы пока не услышали. И, на мой взгляд, это весьма характерный момент, потому что, ну, с учетом того, кто является, в общем-то, конечным бенефициаром, скажем так, если назовем это так грубо, скажем, оценок рейтинговых агентств, да, и кто, в общем-то, ну, диктует в некотором роде. Кто заказывает музыку, давай так. Этот понимает этот момент, потому что, если нельзя сыграть на истории с фискальным обрывом, допустим, все-таки удастся договориться тогда, не стоит забывать еще о такой вещи, как рейтинг, да. И поэтому, на мой взгляд, даже если история с фискальным обрывом, она, скажем, будет исчерпана, то всегда найдется повод, как, скажем, в США, сдержать там инвесторов и не допустить там существенного, там, не знаю, роста спроса на рынке, там, на ряд бумаг. А что касается вот той ситуации про банковскую, да, систему о банковской сфере, о чем Максим говорил, на мой взгляд, ждать бума потребительского кредитования, на мой взгляд, не стоит, поскольку, в общем-то, ставки банковские сейчас у нас, если мы говорим про Россию, они, ну, достаточно высоки, более того, если сравнивать их, да, там, со ставками, там, при всех проблемах кризисных, и мы можем долго говорить о причинах, да, но факт остается фактом, они высоки. То, что Центральный банк борется, как сказал Максим, я согласен, да, то, что, значит, в последнее время он даже некоторые меры осуществлял, да, для этого, но ожидать роста спроса у населения на заемные средства при столь высоких ставках, а я подчеркиваю, ставки мы говорим не так, которую декларирует банк об эффективной ставке, да, то есть с учетом всех расходов, и когда ставки порой доходят, там, до, там, 15-20%, да, но по меньшей мере не стоит, да, и по меньшей мере странно. Вот, если мы говорим о крупных банках, если мы говорим о кредитовании крупных заемщиков, то для них, соответственно, которые кредитуются у крупных банков, эти банки доступ к рефинансированию имеют чуть более привилерованный, возможно, ситуация будет чуть легче, но суть от этого не меняется сама по себе, и при той ситуации, которая сейчас складывается на рынке ликвидности, при том, при той трудодоступности денег и постоянно сжимаемой денежной массы, то есть, по сути, банковская ликвидность изымается в пользу бюджета, в пользу расходов федерального правительства, то есть, если мы посмотрим статистику последних лет, то мы увидим, какими процентами она абсорбируется. Понятно, что для банков в неком роде страховка, да, то есть, увеличивая свой кредитный портфель, выдавать средства под достаточно высокую ставку, такова реальность. Чтобы снизить эту ставку, значит, таким-то образом нужно стимулировать банки, соответственно, чтобы они получали больший доступ к ликвидности. Но с учетом того, что происходит в Европе, в общем-то, не секрет, крупные банки именно там кредитуются, это пока сделать сложно. Поэтому ЦБ, он, в принципе, ну, в некотором роде является заложником той ситуации, которая есть. Между двух огней. Да. Я бы, наверное, здесь еще добавил по поводу ФРС. Я вот, наверное, особо ничего не жду того, что он примет какие-то меры, потому что Бернанке, председатель ФРС, сам не раз говорил, что возможности монетарных мер по стимулированию безграничны, и, то есть, меры были приняты. Все, что мы могли сделать, мы сделали, да, а дальше это вы, господа. В то же время я скажу, что здесь вот, как правильно, вот, слушатель заметил то, что отсутствие негатива здесь будет позитивным. То есть, в принципе, если будет разрешен этот вопрос фискальным обрывом, то это уже будет позитивная тенденция. Отсутствие плохой новости уже хорошей новости. И по поводу еще, по поводу рейтинговых агентств, то, в принципе, эта сама ситуация, она, наверное, в пользу кредитного качества США, если так можно говорить, потому что все идет к тому, что дефицит будет сокращаться, это, безусловно, в пользу облигации. То есть, я не вижу сейчас причин особо, почему рейтинговые агентства должны снижать рейтинг, и я бы не стал переоценивать вообще их влияние на рынок. Мы помним, как в августе, там, 11-го, да, снизился рейтинг, было падение рынков, но мало кто помнит, что рынки падали уже две недели к тому времени на фоне того, что просто плохие данные по ВВП вышли. Поэтому здесь, что первично, вопрос спорный, и мы помним, что рынки облигаций тогда полностью проигнорировали, то есть доходности, наоборот, по трижерям снижались. Поэтому, наверное, я бы не стал... Все неоднозначно, да? Я бы, скажем так, в представлении справедливости тоже бы в отношении мер по КУЕ, которые вводились регуляторам, вот недавно были введены КУЕ-3, я помню, как перед этим все ожидали роста, действительно, рынка, да, рынок рос два дня. Два дня, да. И я помню, что такая же история была с КУЕ-2, когда вводился. То есть мы говорим о сильном значении объявлений, о, значит, количественном смягчении на экономику. По большому счету, если мы посмотрим, то все подобные меры, они объявляются в тот момент, когда они уже, в принципе, скажем так, рынком готовы быть приняты и уже ожидаются сильно. То есть и КУЕ-2, и КУЕ-3 после ввода своего заставили рынок расти всего лишь несколько дней. Вот. Когда, например, мы читаем различного рода мнения, вопросы о том, а будет ли там расширяться КУЕ, когда будет покупаться не только там ипотечные бумаги, а это будет список бумаг к выкупу расширен, то надо понимать, что, по всей видимости, регулятор не имеет права объявлять, вводит той или иной, значит, программы, тогда, когда рынок к этому морально еще не готов, чтобы не было что-то вроде паники на рынке. Да, поэтому все это, в принципе, объявляется, когда рынок уже объективно созревает. Вот это такой важный момент тоже. Поэтому, если мы сейчас будем говорить о каких-то решениях ФРС, вдруг он там объявит о расширении. В принципе, многие сейчас уже, в принципе, ожидают, что если не будет решена проблема с обрывом, возможно, что объявление о расширении программы КУЕ каким-то образом снивелирует рынок от сильного падения. Я понял. Давайте мало времени, один вопрос, буквально два слова скажите. Вот интересуется наш слушатель, будет ли на рынке в 2013 году такая же ситуация, как в 2008? Наверное, имеется в виду майский обвал. Ну, восьмой, да, 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 вот рост, а потом обвал. Но имеется в виду вообще мировые рынки? Мировые, да, мировые. Ну, тут сложно сказать. Если ситуация на рынке сырья, раз, и на рынке облигаций, два, каким-то образом сильно изменится, будут какие-то внешние факторы, сейчас сложно сказать. Ну, вообще, корректно говорить, что, возможно, параллели некие. Ну, я бы поостерегся. Потому что восьмой год, он вообще такой год, как бы, выколотый, да, его нельзя сравнивать с остальными. Максим, ты как считаешь? Знаете, мне недавно такой вопрос задавали на одной из интернет-конференций, и я ответил, что будет, с вероятностью не более одного процента. Мне куча минусов настаивали. Ну и достаточно. Здесь не будет минусов, слушаем новости на финансовом. Ну что ж, давайте продолжим. И время отвечать, ну, по крайней мере, массировано отвечать на вопросы, потому что их много. Я просто, да, цитирую, и, соответственно, ваши ответы. Уважаемые гости, что вы можете сказать о перспективах акций наших, ну, тебе, наверное, Олег, да, наших авиакомпаний и строительного сектора? Спасибо. Ну, и два слова буквально по сегодняшнему буму автоваза. Что там произошло? Ну, давайте. Начнем с автоваза и начнем. Давай, давай. Произошло, в общем, то, что ожидалось довольно давно. Случилось страшно. Ну, зачем же так? Как раз для автоваза, на мой взгляд, ну, двояко можно оценивать. В общем, концерн Renault-Nissan объявил о покупке доли в капитале автоваза и доведение своей доли до контрольной. Сделка должна состояться 12 декабря. Ну, страшно или нет, это большой вопрос. Наверное, все-таки, если так трезво оценивать ситуацию, то вряд ли страшно. С учетом того, что, в принципе, по большому счету, завод и так переориентировался на роль места для промышленной сборки, пускай с повышенной локализацией моделей на базе моделей Renault-Nissan модельного ряда. Поэтому сейчас просто, по всей видимости, после этой сделки ряд ассортиментного модели автоваза непосредственно под брендом Lada будет резко снижен. То есть количество этих моделей, наверное, уменьшится. И в основном будет переориентация на бренды Renault-Nissan. Это что касается автоваза. Второе, значит, что касается авиационного сектора. То здесь, в принципе, у нас, к сожалению, не так много на рынке ликвидных бумаг, которые представлены в этот сектор. Но могу назвать и Аэрофлот, разве что только. Мы не устаем повторять это каждый раз. Вот U-Tayer еще у нас, да, есть и Объединенная строительная корпорация. Но эти бумаги не столь ликвидны. Что касается Аэрофлота, наверное, по нему имеет смысл что-то сказать. То, в принципе, сейчас не могу сказать, что эта бумага крайне с фундаментальной точки зрения интересна к покупке. Был ряд конфликтных ситуаций. И вот Шереметьево. Последняя отчетность была тоже не очень хорошей. Предпоследняя, по-моему, вообще чистая прибыль там снизилась существенно в разы. Но там и вопрос переоценки был, и на курсовых разницах компания потеряла. В принципе, сейчас основная проблема – это рост затрат. И Аэрофлот, помимо компенсации этого роста затрат, еще должен постоянно обновлять свой парк авиационный. Поскольку, в общем-то, он, не секрет, достаточно сильно изношен. Его нужно постоянно менять. Поэтому затраты у компаний в ближайшем будущем будут только расти. И третий момент, что касается строительного сектора, то здесь недоверие инвесторов, которое было сразу после кризиса 2008-2009 годов. И, по сути, начавшееся именно как раз с момента падения в 2008 году, оно не преодолено. То есть ряд компаний, там группа ЛСР, ПИК, они, конечно, интересны, но скорее для спекулянтов, поскольку ликвидность не такая большая в этих бумагах. Ну вот из тех, значит, бумаг, на которых, может быть, там зритель, он больше спекулянт, и он, так сказать, интересуется небольшой долей в портфеле, там не больше 2-3% можно купить, например, бумаги ЛСР. Отчетность неплохая, компания стабильно развивается, охватывает своими проектами северо-западный федеральный округ. Это петербургская компания. Вот, в принципе, заказы у нее есть. Те же застройщики, которые активно сейчас застраивают центральный регион, Новую Москву, Подмосковье, они, как правило, либо на бирже своих бумаги не котируют, либо это крайне неликвидные бумаги, в общем, которые я бы, наверное, не рекомендовал к покупке. Спасибо, спасибо, Олег. Так, Максим, тебе вопрос, наверное, ближе, да, будет? Подскажите, пожалуйста, на какой показатель фундаментального анализа надо ориентироваться? Для оценки этого перспектива. Ну, видимо, да. Ну, вот, скажите, а то бывает, например, что показатель у компании... Экономики, наверное. PNAE ужасный, а PNAB показывает... Ну, если говорить про PNAE, я могу по поводу чего угодно рассказать. Если говорить по поводу PNAE, то у нас очень любят показатели, сейчас сравнивают компании. На самом деле это не совсем правильно, потому что на практике наиболее низкие у Price to Earnings, у компаний, у которых случилось что-то очень плохое, и все ждут, что прибыли у нее не будет в следующем. То есть капитализация моментально падает, и за счет этого у нее низкие PNAE. Самое хорошее... Во-первых, если мы ориентируемся на показатель PNAE, это, в принципе, хорошее как базу показателя, но его надо скорректировать. Надо посмотреть ожидания по прибыли на следующий год, то есть это будет уже форвард на PNAE. И надо посмотреть, какие ожидаются у компании темпы роста прибыли. Это будет уже Price Earnings Growth, то есть PNAE скорректированы с учетом темпов роста прибыли. То есть PNAE делится просто на темпы роста прибыли. Соответственно, считается, если это показатель ниже единицы, то компания интересная. Интересная, да? Да. Если выше, то есть перспективы. Да. Один только момент добавлю. Тоже, так сказать, показатель, его нужно, как мне думается, рассматривать, но все-таки с некоторой долей тоже рациональности. Потому что когда, например, размещается Facebook, и его PNAE там, по-моему, около ста был, после того, как он разместился, ну, наверное, это не очень рационально, да? Тем не менее, его покупают все равно. Ну, вот мы видели, что происходило там в первые недели после того, как он разместился. В целом, вот примерно такая ситуация. А среди там, скажем, показателей, если говорить, вот отвечая на вопрос, вообще, какие показатели надо ориентироваться, тут стандартный набор. Помимо показателя капитализации прибыли, еще капитализация выручки, обязательно экономическая стоимость компании к денежному потоку, сам темп роста денежного потока, ну, и, конечно, соотношение денежный поток-долг. Потому что, ну, насколько, грубо говоря, денежные единицы собственных средств, да, приходится денежные единицы заемных. Это тоже важно. Финансовый рычаг, так называемый. Но, в принципе, тут есть масса показателей. Все зависит от того, какой сектор рассматривается, да, и какая наша цель. Либо оценить компанию, либо провести финансовый анализ, и так далее. Я понял. Спасибо. Тебе вопрос, Олег. Ваш взгляд до конца года на Норникель и Роснефть? На Норникель взгляд позитивный. Причем, вот как раз-таки, помните, я говорил о локальных идеях в бумагах. Если мы говорим о Норникеле, то Норникель, наверное, в первую очередь, как раз и есть бумагой, где локальная идея появилась. А именно, появились некоторые сдвижки, подвижки, да, в разрешении корпоративного конфликта между основными мажоритариями, Русалом и Интеросом. Более того, нынешний директор компании Строжалковский будет смещен со своего поста, и гендиректором станет Потанин. И, по всей видимости, если удастся договориться сторонам, возможно, даже Русал отзовет свой иск в суде ГМК по поводу незаконной, якобы, по его мнению, проведенного обратного выкупа акций. Но, в любом случае, не это важно для рынка. Для рынка важно следующее заявление о том, что до 2015 года до 25% от своей чистой прибыли, а потом и до 2020 года до 50% ГМК будет отправлять на дивиденды. В общем, ГМК славится тем, что, в принципе, дивиденды всегда платил. Это был не лидер среди бумаг с точки зрения дивидендной доходности, но стабильно платил дивиденды. Я думаю, что вот это как раз идея, она в сочетании с техническим фактором, благодаря которому мы видели, что бумага на локальных минимумах уже довольно давно пребывает, она должна, в общем, бумагу разогнать. И сейчас, в принципе, ГМК интересен. А вторая бумага, о которой... Роснефть. Вы говорили, это Роснефть. Ну, спекулятивно сейчас бы ее покупать на краткосрочный период не рекомендовал бы, потому что основная идея вот с покупкой ТНК-БП, она уже была отыграна, это можно было делать раньше. Но долгосрочно, в принципе, покупать можно, но вот по нашему, скажем, потенциалу роста, он небольшой, где-то порядка на диапазон полгода, порядка 70, не 70, а 7-10 процентов. Дело в том, что в связи с приобретением, совершением сделки, уровень долга у компании резко вырос. И, в общем, компании, наверное, придется каким-то образом его через какое-то время рефинансировать, потому что объемы средств там достаточно большие. И в целом же у Роснефти, по сравнению с теми же другими нефтяными компаниями, по сравнению с тем же Лукоилом, если вот сравнивать, то однозначно Лукоил мы рассматриваем, скажем, более привлекательным, потому что Лукоил, он больше имеет возможность регенерировать денежный поток, благодаря тому, что доля продуктов с высокой добавленной стоимостью в структуре продаж Лукоила выше. То есть Роснефть добывает больше чистой нефти и экспортирует чистую нефть за рубеж. А Лукоил все-таки по уровню переработки нефти и уже непосредственно экспорта высоких, светлых нефтепродуктов, он один из лидеров. Поэтому с этой точки зрения, наверное, Роснефть не является одним из приоритетов. Проигрывает. Спасибо, Олег. Значит, фундаментальный вопрос, поэтому, наверное, тебе, Максим, прежде всего. Есть ли какие-то реальные предпосылки для кризиса в Китае? Есть, безусловно. Кстати, в воскресенье, да, много статистики, вот в будущее воскресенье, после завтра выходит много статистики по Китаю. Дело в том, что Китай, он, безусловно, завязан на экспорт в развитые страны, и пока угроза замедления экономики в еврозоне, безусловно, давит и на Китай. Единственный момент, то, что там довольно высокая ставка рефинансирования, то есть у Центрального банка есть возможности для стимулирования экономики, это единственное, что сейчас в пользу Китая. В остальном, в целом, он не является тихой гавнью и также подвержен всем рискам мировой экономики. То есть предпосылки, да, очевидны для кризиса. Добавлю только, что сильно снижать курс валюты тоже Центральный банк Китая не может, поскольку Китай завязан на экспорт, это существенно ударит по выручке экспортеров. А что касается в целом какого-то своего видения, думаю, что, безусловно, вот та посадка экономики, которая была, ее называли там по-разному, мягкая посадка и так далее. Но, тем не менее, тут темп просто, ВВП, который демонстрировал китайскую экономику, он, грубо говоря, развитым рынком сейчас только снится. Но думаю, что в любом случае, по мере того, как у Китая будет возникать, а она будет возникать, необходимость переориентации на внутренний рынок, удовлетворение внутреннего, удовлетворенного спроса, даже в случае резкого сокращения доходов и возможностей на западных рынках по импорту китайской продукции, Китай всегда может попытаться восполнить это за счет внутреннего рынка, благо спрос там колоссальный на Китайском рынке. И это, в принципе, может стать двигателем дальнейшего развития Китая. Китай и мировой экономики в целом. Я на счет внутреннего спроса не был бы уверен, потому что там достаточно низкий уровень жизни. Но он пока... Я сегодня, кстати, прочел, Apple выводит часть, да? Да, я тоже видел, да. Это нехороший звоночек для Китая. Но я сомневаюсь, что это будет в серьезном объеме, то есть вряд ли американские корпорации откажутся от низких издержек, которые... Ну, низкая стоимость рабочей силы, колоссальная. Видимо, если они выводят из Китая, ну, понятно, что она уже не такая низкая, да. А во-вторых, они будут искать, там же есть возможность куда-то. Они выводят какую-то небольшую часть производства Apple, то есть она несущественная и каким-то образом не скажется. Ну, понятно. Я причем подозреваю, что они могут вывести из Китая и, собственно, перепозиционировать ее, скажем, потом, позже. Нет, они именно вам в США сказали, что они такие атриоты. Ну, это, будем считать, пиар-ход такой, некий, да, от компании Apple. Друзья, мое время заканчивается. Давайте я буду тоже закругляться. Итак, я благодарю моих гостей. Напомню, сегодня в гостях Максим Зайцев, старший аналитикционной группы Nord Capital, Олег Кабелев, руководитель аналитического отдела институтной компании RecomTrust. Уважаемые слушатели, сегодня пятница, поэтому отдыхайте от рынка, набирайте новых впечатлений, впереди выходные. В таких случаях я говорю, что рынок – это целая жизнь, но жизнь – это не только рынок, поэтому живите полной жизнью и успехов на рынке. Всего хорошего, увидимся в понедельник. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok